Здравствуйте, это программа в фокусе событий. Меня зовут Анатолий Никитин. В Татарстане растет число разводов, и мы не о тех, когда семейные пары расторгают брак. Хотя таких разводов тоже стало больше. В январе этого года показатель вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Мы сегодня обратим внимание на разводы другие, на случаи, когда мошенники разводят добропорядочных и, естественно, доверчивых граждан на деньги. А вы попробуйте недоверчивых развести. До 30 жителей Татарстана ежедневно обращаются в правоохранительные органы, считая, что их обманули дистанционные мошенники. И это еще только те, кто обратились. А сколько те, кто не решился или в итоге даже и не понял, что их обманули. Лидеры в этой сфере лжи и обмана – представители банков. Якобы представители. Каждый пятый случай от всех совершенных крашей мошенничеств – как раз звонки из условно-финансовых учреждений. Также в топе – звонки пострадавших в ДТП. Понятно, что никто там в действительности не пострадал, если не брать в расчет жертву развода. Уж сколько раз твердили миру, что то обман, но только все не впрок, и через тот звонок залезут нагло в кошелек. Предупреждают, напоминают, но берут трубку люди, и все. Дальше процессом умело управляют мошенники. Обмануть вас могут и при покупках в интернете, и при поиске услуг, и при попытках инвестирования. И все это дистанционно. Сервис высший класс. По данным Управления уголовного розыска МВД ПРТ, за первые два месяца этого года аферисты уже совершили более двух с половиной тысяч краж с банковских карт и счетов жителей Татарстана. Это много. В прошлом году таких преступлений зарегистрировали порядка 13 тысяч. Включаем математику. Два месяца этого года – две с половиной тысячи. Умножим на шесть. В итоге при такой динамике получим 15 тысяч таких краж к концу года. Возможно. Это больше, чем было в 2022. Цифры пугают, но борьба с дистанционными злодеями идет. В этом году сформировано и направлено в суды более 500 уголовных дел, по которым проходит около 400 обвиняемых. Тут, кстати, тоже рост. Рост раскрываемости преступлений. Отметим, что в 2022 году Татарстан стал лидером в ПФО по количеству раскрытых краж и мошенничеств. А по стране занял третье место. Опередили республику только Москва и Краснодарский край. То есть уже тогда у нас были хорошие показатели. А сейчас еще растут. Не сдобровать вам хулиганы интернетные, ворюги телефонные. Тут есть кому с вами бороться. У нас есть как раз специальное отделение по борьбе с IT-мошенничеством. Ребята ежедневно также обучаются. Появляются новые мошеннические действия. Наши включаются, значит, сотрудники полиции изучают. И буквально там в короткое время уже становятся асами в данном направлении. На асов надейся, а сам не плашай. Чтобы не попасться в лапы мошенников, нужна бдительность. Бдительность и еще раз бдительность. Ну и еще одна бдительность на всякий случай. Например, на случай прогулок по интернету. В январе-феврале этого года по сравнению с этим же периодом прошлого года в три раза выросло количество фишинговых сайтов в доменных зонах РУ и РФ. Сайты-подделки, сайты-ловушки изображают из себя странички известных брендов. Зайдете к ним и не выйдете. Точнее, выйдете, но уже без денег. Своруют у вас данные карт, пароли, все, до чего виртуальные руки дотянутся. Как быть? Мы же говорили. Бдительность. Не вводите данные банковской карточки, где попало. Проверяйте адрес сайта, на котором это происходит. Вдруг там буквы подменили. А еще должно сильно насторожить и отсутствие SSL-сертификата. А говоря простым языком, значка замка в начале адресной строки. Это несложно. Зато деньги сохранить можно. И спокойствие свое. Это была программа «Фокусе событий». Смотрите нас и будете в курсе того, что действительно интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова